эй всем привет канала голодная полка и очередная распаковка комиксов часть посылок еще не пришла но мне уже если честно надоело то что такое большое количество коробок скопилось и все эти комиксы лежали у меня на столе так что давайте их распаковывать остальную часть мы их не там не знаю следующих выпук сделаем окей я большую часть греб одну коробку поэтому давайте просто рандомно вытягивать и смотреть что пришло и так черепашки ниндзя и злодеи да чё-то я запоздала взял эту пвшку конечно надо было взять еще давно это спин-офф к основной серии черепашек ниндзя от idw который раскрывает кое-какие подробности вполне хороший комикс который делает основную историю черепахах более детальный следом x force или отряд x как его прозвали в насурском варианте jellyfish jam от река ромендера что могу сказать это хороший комикс как мне кажется от него не стоит ждать чего-то какого-то сверх закрученного сюжета это просто хороший боевик но очень приятный тоже здоровая тпб это пока что первый том серию собирается издавать у нас полностью египетская сила серьезно это кто вообще переводил не помню почему ее дропнул но это хорошая возможность продолжить ее чтение художественное исполнение комикса кстати бесподобно vision от тома кинга серьезно вы до сих пор не купили этот комикс если вы не знаете что это такое на канале у нас совсем недавно вышел обзор на этот комикс бегом смотреть а пошли у нас подарки так вау силач и железный кулак не совсем не нравится русское название силач powerman по моему звучит куда круче это ongoing довольно таки на любителя я бы сказал лично мне кажется это хороший юморной комикс такой очень приятных теплых оттенках но мнение об этом комиксе почему-то разделились на две части кто-то сказал что это второсортный плохой чтиво ну а как по мне не стоило ждать от этого комикса чего-то сверх естественного он собственно не подается как что-то серьезное это просто хорошая комедия понятное дело на местами туповато но по моему это очень веселый комикс тем более получите в подарок круто так следом это целая пачка комиксов по стрэнджу до пришли только сейчас что я могу сказать по стрэнджу не так уж и много хороших комиксов если уж сказать честно много комиксов о стрэнджи которые вам не стоит читать и вы ничего не потеряете если не прочтете есть какие-то определенные самородки и как раз большей части из хороших комиксов у нас издали при этом залпов например стрэндж от стражинского который кстати издавался уже на русском языке от издательства и дк поэтому кто пропустил может наверстать далее доктор стрэндж от грега пака это такой своеобразный новый взгляд на оригин доктора стрэнджа очень красочный почему-то у нас заглавлены как начало в оригинале это конечно сезон 1 хотя по моему это побочко пересдавалась таким же наименованием следом доктор стрэндж клятва это комикс от брайана вона автор вам возможно может быть известен по серии сага либо y the last man поэтому если вы знакомы с работами этого автора вы можете представить что вы можете ждать от этого комикса и ну конечно же еще стрэндж только теперь это от параллел комикс сборник называется в ад и обратно такой увеличенный формат как всегда супер обложка в комплекте плакат с думом и с обратной стороны еще одна копия обложки что могу сказать в сборнике несколько историй одна из них это лихорадка который я читал этот такой триповый и сумасшедший кроссовер с человеком-пауком и это очень хороший комикс и очень необычный сказал но сборники здесь также идет история о рождество и терзания который мне допустим ничего не известно и нужно будет наверстать далее немножко ашета spider island или паучий остров от дэна слота и рамоса к несчастью рамоса сюжетная ветка о паучьем острове это действительно потрясающая история это одна из лучших историй о человеке-пауке которую вы можете прочитать и не знаю зачем мы поделили на две части могли бы уже не жмотить и выпустить все одной книгой но но так тому и быть первая и вторая часть кстати обложка с мэри джейн поначалу с такого примерно расстояния смотрится хорошо но когда смотрите на нее подробнее рамос 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 а давайте-ка мы откроем эту коробочку посылка за рубежа здесь кое-что я бы сказал особенное это amazing фэнтези 15 да это не оригинал успокойтесь это реплика выпущенная 97 году издательством marvel лимитированное издание в твердом переплете в комплекте у нас идет сертификат подлинности 2500 экземпляров и сертификат подписан самим стенам ли что тут говорите рано или поздно надо было прийти к этому я все равно хотел какой-нибудь комикс с автографом стена ли благо ему исполнилось недавно 94 года и это все такая же хорошая и добрая история как мне кажется и знаете каждый раз когда я думаю об этом комиксе я вспоминаю одну историю которую я услышал касательно как раз таки оригин человека паука отец сыном пришли на просмотр человека паука 2002 года как раз и там была та самая сцена из комикса в которой человек-паук дает улизнуть вору в этот момент отец наклоняется к сыну и говорит вот она справедливость но через какое-то мгновение но вы помните смерть смерть дяди бена отец и сын с виноватым видом смотрят последствия этой справедливости все такая же хорошая история несмотря на то что была издана очень давно это все еще хороший комикс и это по моему хороший экземпляр в коллекцию amazing fantasy 15 с автографом стены ли лимитированный чоб нет далее опять подарки и это майор гром у меня еще нету ни одного майора грома впервые присылает мне в подарок эту серию хороший рисунок что могу сказать блин правда это конечно не рисунок анны ручь здесь в рисунке такой явный намек на анимешность чувствуется откуда черпает вдохновение художник анастасия ким художник хорошая работа мне нравится местами конечно видны проблемы с анатомией то одна грудь больше другой то руки короче чем нужно но блин это правда это хороший рисунок мне нравится побольше бы таких художников в нашем русском издательстве и далее наконец-то шестой том сэндмана благо он вышел я не знаю почему азбука издает редко сэндмана могли бы выпускать его почаще закончить уже наконец серию всего-то 10 томов видимо она не очень заходит русскому читателю и на самом деле очень жаль я бы предпочел чтобы не знаю в хайпе был этот комикс чем дэдпул и все вот это непонятное шепотребство которое о нем издают великолепный комикс от него геймана пускать слюни и все больше ничего не хочется сделать как во время прочтения этого комикса это просто бесподобно люди x конец человечества опять от параллел комикс это серия комиксов с пометкой о дж.н. то есть оригинал график новел истории который представляет собой один законченный сюжет и видны небольшие отличия в оформлении и в издании по сравнению с оригиналом то есть если возьму оригинальный amazing spider-man family business мы увидим то что она немного поменьше и материал есть небольшая разница если family business он такой как бы оба материала матовые но family business он такой очень очень мягкий матовый как будто прорезинены даже в римках здесь обычная белая матовая обложка вы как бы с клянцами вставками собственно это мелочи главное комикс вся суть истории сводится к тому что однажды проснувшись все мутанты видят что все человечество исчезло будем смотреть чем закончился этот графический роман далее detective комикс от азбуки да я взял два экземпляра у меня какая-то не знаю идея есть одну копию вскрывать для чтения вторая в оригинальной не вскрытой упаковке может быть когда не будет что-то стоит что-то значит примерно как черепахи от махаона я достану и у меня все в пленке это по моему будет это будет прикольно не знаю что с этим сделаю возможно разыграем среди подписчиков давайте вскроем хотя бы один за сам комикс что можно сказать он был издан к новому году так что в принципе вы понимаете что из себя представляет этот комикс да это новогодняя история написанная полом день и и с рисунком от дона крамера не знаю почему азбука издает иногда именно в сунгловых форматах в принципе это обоснованно история всего одна один сингл 20 листов зачем это издавать в харде но в то же время почему бы не издать тогда не знаю как новогодний сборник история бэтмене в которую вы можете включить эту историю далее у меня два номера классических черепах да я собираю черепах в оригинале в ultimate collection но в нем пропущены два номера и как раз это те самые два номера знаете довольно такое необычное чувство я сейчас испытываю чуть больше года тому назад единственное что у меня было из черепашек ниндзя это три синглат махаона а сейчас и они у меня просто не влазят в один бокс скажите мне в шестилетнем возрасте что когда-нибудь такое произойдет у меня будет столько комиксов о черепашках ниндзя а это взорвало мне в голову просто и снова подарки пять кулаков науки от мэтта фрэкшена по оформлению комикса видно что это какой-то стимпанк и стимпанк это круто это определенно интересно будем ознакомься серебряный серфер адена слота великолепная вещь наконец-то ее издали не знаю почему и не издали раньше до 1 слот знаменит не только человека-пауком у него также великолепная серия о серебряном серфере которую просто должен каждый прочитать завязка в том что серебряный серфер соглашается помочь искусственно созданному курорту тире планете и чтобы он никуда не слинял компьютеры что-то вроде анализирует его и берет в плен так сказать мотиватор человека который ему дорог и чтобы не был повод помочь и только в таком случае они освободят по человеку но проблема в том что серебряный серфер не знает что это за девушка понять не представляет она впервые видит это очень смешной и потрясающий космический комикс правда обязательно оцените мисс марвел от улсона прекрасный пример подростковой супергеройки хороший комикс очень приятный ну и следующих томах вас просто невероятно обрадует великолепный слюнявчик лук джо от которого он просто будете без ума но тем не менее серия в дальнейшем сливается определенная становится менее интересно читать пожалуй дособираю ее до лук джо и на этом закончу железный кулак от эда брубеккера и мэтта фрэкшена по авторскому составу понятно что комикс явно необычный и что я могу сказать железный кулак не самый выдающийся персонаж понятно что комиксов о нем хороших не очень-то и много но вот это идеально выбор того что издать на русском языке чтобы показать насколько этот персонаж потрясающий просто великолепный комикс почитайте вы не пожалеете и снова аж это коллекция глобалка эфиры целф от мета фрэкшена я в свое время упустил это событие поэтому будем нагонять есть ней спорные моменты есть не интересные моменты но будем смотреть как это событие выглядит в целом ну и последнее карнаж сша мне не нравится как звучит русское название почему карнаж почему не карнейдж но это как бы такая придирка суть в том что комикс то хороший это очень приятный и очень красивый слэшер здесь нет вау сюжета это просто потрясающее зрелище от которого вы будете наслаждаться и так вот такая посылка у нас получилось довольно объемистая часть еще покупок не дошла будем распаковывать в будущем если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал ставьте лайки и еще увидимся всем пока